Теперь я вам расскажу о выставках, в которых я был куратором по совместительству дизайнером, а иногда и даже участником. Вот одна из первых выставок, она смешно была придумана, странно реализована. Нужно было на советской выставке архитектурной на такой театральной квадренале в Праге представить творчество каких-то советских архитекторов. Архитекторов было человек, сейчас не помню, 15, предположим. Пространство было очень небольшое, делать какие-то фотки как-то не очень хотелось, в общем, было придумано, была даже изобретена такая вот дизайнерская вещь. То есть, видите, значит, такая спираль, которая завершается лампочкой, которая ведет, если помните, в моем детстве это было, такие шарики, или вот их иногда продают такие ракеты или домики, там какие-то заглядываешь в трубу, а там слайдик какой-то светится, вот есть такие. Вот в моем детстве были шарики. Вот, значит, шарик вот со вставленным внутрь слайдом, который нужно заглядывать и смотреть вот в это вот в архитическое отверстие. А наверху, как бы, вот мы с Мишей Белом нарисовали такие батарейки, значит, которые на присосках, ну, нужно было прилеплять к потолку, такая совершенно игра в модный дизайн была. И вот они вместе должны были создавать в темном пространстве созвездия. В общем, никакого созвездия, никакого темного пространства не получилось, но зато я вот сидел на каком-то производстве подмосковном, вместе со мной работали женщины, значит, которые печатали пробочки для портвейна, там, гребешки какие-то, ну и так далее, разные пластмассовые изделия. А я ручной формой печатал вот эти самые шарики, потому что к тому моменту, когда нужно было это все делать, они уже не продавались нигде, как-то вышли из обихода, а стали продаваться только какие-то ракеты, в которые надо заглядывать. Но эта ракета – это такая не форма, так сказать, не метафизического свойства, поэтому, значит, вот нужно было печатать эти шарики. Было напечатано огромное количество этих шариков, внутрь заправлены эти самые слайдики, и, в общем, надо сказать, что выставка настолько бешеным успехом пользовалась, что в слайдике с разрешения или без, то есть вот шарики эти были потырены просто в процессе выставки. Вернулось два. Дальше выставка, мне, правда, на выставку меня тогда еще не взяли, в 83-м году я это еще не заслужил. Поскольку тогда еще работали всякие, так сказать, международные отделы, значит, эти самые райкомы партии, собственно, не взяли меня и на триеннале в Милан, хотя я там просто курировал замечательный, очень престижный, представительный раздел бумажной архитектуры. В двух словах, да, это такой слой специального концептуального проектирования, который производился в основном в 80-е годы, в основном уходил на разные концептуальные, опять же, конкурсы, то есть конкурсы архитектурных идей, в основном в Японию, но также иногда и в Англию, и которые советские архитекторы, у которых это был единственный выход на международную арену, и я этим выходом серьезно занимался, и мы этого выхода добились, воплотился в огромном количестве иностранных треней, полученных вот на этих, так сказать, таких, молодежных, будем говорить, конкурсах. Вот, и, соответственно, бумажный проект, это проект не предназначенный для, вот, немедленной реализации, то есть, в принципе, все можно реализовать, конечно, но, вот, не предназначенный. И это чаще всего такой вот один, ну, или иногда два листа бумаги, 60 на 84, в котором сразу тебе и история, и поэма, и стихи, и все это, все внутри одного, и пояснительная записка, все внутри одного листа. А идея представить бумажную архитектуру, она была такая, формально довольно простая, как с сочетанием, что ли, вертикали и диагонали. Вот два ряда этих листов бумажных архитекторов и пять вертикальных колонн, которые стоят в этом зале. А из этих колонн, каждая колонна была, поскольку я куратор, по моему замыслу была посвящена, там, какой-то из, какой-то из утопий советских, там, индустриализации, коллективизации, продовольственной программе, не помню, что еще. Еще колонны обернуты металлическими листами, которые, рельеф, на которых мы давили вместе с Сережей Шутовым, значит, и, соответственно, там, под индустриализацию набирали, там, каких-то, каких-то шестеренок, каких-то, там, решеток, каких-то чего-то, и все это, с такой, выдавливалось на, на прессе, и потом, значит, там, битумным лаком, как-то, там, подкрашивалось так, что возникал эффект, такой, дорогой чеканки. При этом вычеканы были, там, для программы военной, там, например, точно так же выдавливались эти солдатики из детского мира, там, значит, скачущие иконницы, там, и так далее. Вот, а последняя утопия, она была представлена просто вот таким, в плане, зеркалом, то есть, и вот этой колонны нету, вот этой расслеженной колонны, а из колонны доносилась еще к тому же наша родная, значит, маршевая музыка патриотическая. Вот, в общем, вот такая была, такая вот была инсталляция, потом, да, были очень хорошие отзывы, и туда съездила, надо сказать, делегация от Союза Аркитекторов, из всех, значит, секретарей Союза, вот, им выдали, там, как сейчас помню, там, пять каталогов, пять, там, майк с надписью, вот, и на виде Милана, там, пять значков, там, и так далее. Они чуть не передрались, но потом кто-то, значит, сказал, чтобы нам, значит, друг друга не убить, кто, кто, что, давайте все-таки ребятам, которые делали эту выставку, отдадим, все. Значит, ну, то есть, там, две партии боролись между собой, значит, в итоге мы это все получили, я уже тот сам как-то распределил, кому что-то. Еще одна работа с архитекторами, это выставка под названием «Ротдом», которая была сделана в галерее в Хутемас, это первое ее такое состояние, значит, это галерей, когда-то у нас в этом помещении был, была кафедра, располагалась кафедра скульптуры, мы отсюда ходили, что-то месили из глины, значит, я вот придумал такую тему для архитекторов «Ротдом», не в смысле того места, где женщины рожают, не «Мотернити хаус», а, то есть, «Ротдом», опять же, в неком метафорическом смысле, было предложено подумать вот над этим чисто формальным сюжетом, и более-менее задавались габариты, я написал в задании, что это габариты новорожденного младенца, там, с весом я ограничений не давал, вот поэтому тут были и тяжелые вещи, даже очень тяжелые, а вот, значит, объекты, они все были вот примерно вот таких-то, вот таких размеров. Ориентировался вот это место, видите, с таким конусом, со световым фонарем, оно было спроектировано архитектором Кузнецовым. Для чего он это проектировал, я точно не знаю, но проектировал здание как здание Строгановских художественных мастерских, но первое, что там, в бытовании этого пространства, это, поскольку началась война в 14-м году, дом построили в 13-м, то там тут же, значит, сделаны часовни, а во всем доме лазарет, где, вероятно, не отпевали, так сказать, там, кого-то. Вот, а потом уже туда переехал реальный футемас, вот эта, видите, значит, картинка справа. Поэтому, собственно, вот я сегодняшним архитекторам предложил сделать вот такое вот формальное упражнение, продолжая вот эту вот футемасовскую историю. Вот, и была вполне успешная выставка, очень, мы ее показывали во время московского международного биеннале. Потом она съездила, кстати говоря, в Петербург, ее пригласили, эта выставка, и тоже там на этих самых, на подиумах она выставлялась. А потом мы уже приготовились ее расформировать, как, значит, такой Юрий Григорян спросил меня, а чтобы вот не отвезти ее в Венецию, там как раз в Мьеннале скоро будет архитектурная. И я сделал звонок, позвонил старому приятелю Альберто Сандретти, замечательному коллекционеру, другу всех русских художников, жителю Венеции, попросил, не знает ли, не может ли он там посмотреть мимоходом какой-нибудь зайчик метров на сто сто пятьдесят. Ну, я там примерно месяц он смотрел, звонит в июне, говорит, ты знаешь, приезжай, вот место мы нашли. Ну, дальше мы с Юрой Григоряным как просто, как на выходные, значит, летим в эту самую Венецию, в Мьетан, в Барочная церковь, самое начало XVIII века. Альберто говорит, здесь, и я понимаю, что в этом огромном пространстве, значит, которое там метров четыреста, самое главное, что оно безумной высоты, и что вот так вот взять и расставить вот эти вот тумбочки, и на них вот эти вот изделия, и как это все там, я не знаю, с живописью в Барочной XVIII века должно сочетаться, и с куполами там наверху, и с органом, это совершенно немыслимая, мне кажется, вещь. Но мы идем при этом, значит, знакомиться с местным священником, который служит, а это вообще, это уже секулярное место, там бывают, конечно, специальные события типа, не знаю, опять же, отпевания, крещения, но это уже просто место, посещаемое туристами, а нормально действующая цепь, она там находится в нескольких кварталах. Надо сказать, что, значит, выставка была практически спроектирована нами Григорянова, вот просто буквально в тот же вечер за бокалом белого вина, когда я сказал, что вот так вот расставлять нельзя, поэтому нужно делать павильон, типа домик. А Юрка сказала, давай вот используем вот тот мотив сарая, который мы делали в Пирогово, такой там сарай был, с беспорядочно просверленными в досках дырками. Но поскольку мне эта идея с беспорядочно просверленным, о чем самом, сам все не нравилось, да, я дальше уже, дорабатывая эту идею, я придумал, во-первых, что сами стены становятся витрины для вот этих там 26 в конечном итоге объектов, и стены делаются не в бесполечном сверлении, а в таком парном. То есть вот эти вот дырки, они разных размеров, но они у них у всех межцентровое расстояние 64 мм. Значит, те, кто носит очки, представляют, что это такое. Вот этот, так сказать, прототип, вот это кружево сверху, это там меганомский сарай Пирогова. Значит, вот материал, который мы использовали, все тот же гофр. Значит, вот этот вот мотив подглядывания, это когда-то в Венеции по случаю купленные такой стереоскопические очки. А это вот те панели, которые мы делали, опять же, используя лазерную резку, где все отверстия только парные, большие и маленькие, но все парные. Иногда они смыкались в одно отверстие, иногда, так сказать, расходились, но все... То есть в любом месте можно было прильнуть и попасть там парой глаз. Вот такой получился домик. То есть и за ними, вы видите, по среднему уровню находится, вот у каждого своя клетка, в каждой находится свой объект. Причем можно заходить внутрь, внутри пол был застелен толстым акрилом на силиконе, а там, на самом деле, внутри находится могила дожа, на деньге которого эта церковь была построена, и там череп кости, там и так далее, просто вот буквально изображены мозаикой. Мы это застелили, и поэтому можно было ходить... То есть в обычной жизни она огорожена канатиками, а тут можно было ходить прямо, так сказать, вот наступая на этот самый мрамор. Вот. Было два объекта, которые подыгрывали. Значит, один такой мавзолей с домино, вот это тема рождения смерти, с другой стороны был город Саши Бродского, тоже весь такой дырявый. Вот. Это была очень успешная выставка, ее в Гардиан даже, по-моему, вставил в число десяти самых важных событий архитектурной биеннале, в общем, одно из самых моих. И открытие было в моей жизни, это было самое лучшее. Все там два часа открытия органист играл фантастическую барочную музыку, и я просто чувствовал себя в постоянном полете, просто вот как это было. А на пьяцах перед входом стояли там столы, и люди из местного ресторана поставили просек и пармезан, и, собственно, больше ничего не было, и окно светилось. Это в сентябре там уже темнеет, уже часов семь, поэтому, значит, вот я себе представлял, как вот люди, которые проплывают в этих корабликах, они видят эту нашу церковь, этот домик, который светится, и так далее. Это, в общем, такой, извините за сентиментальность, один из лучших моментов. Дальше, ну вот такое еще делал выставку все в том же пространстве Пирогова. Это была сугубо уже архитектурная выставка, она следовала за Дубасарским Свиноградовым, когда требовалось представить творчество, по-моему, 12 столичных архитекторов, а нет, еще был один Эрик Ванегера, а еще был один гонконгский архитектор. Дома, которые они специально проектировали для вот этого пироговского места. То есть, поскольку, в отличие от предыдущей истории, заказчик все тот же самый Ешков попросил уже не локализовать эти дома в павильонах, поскольку он собирался ими торговать, то есть предлагать потенциально клиентам, а хотел иметь такой выставочный стенд, еще такой протяженный, и еще он хотел, чтобы в центре стоял такой бар, где он мог бы, так сказать, с возможным клиентом сидеть, выпивать и обозревать разные домики, разные проекты, то в итоге я и сделал вот такую вот Дубу, которая составлена из отдельных уголков. Каждый уголок – это свой архитектор, вот там в самом начале есть несколько уголков, которые разделены на более мелкие отсеки, там просто домики меньшего размера, вот, а вот эта вот полоса, прерывистая внизу, это барная стойка длиной почти 70 метров. Кроме того, я, поскольку у меня есть какой-то опыт смотрения архитектурных выставок, я знаю, что они довольно быстро забываются, если что-то специально непредоманное, поэтому здесь из кураторских моих достижений это было приглашение танцевальной группы и, значит, с девушками, которые занимались современным танцем, специально работал, значит, все тот же Дима Болныгин, который по образованию архитектор, он им рассказывал, ему были переданы все чертежи, он рассказывал танцовщицам о том, что за дом, как там основное пространство, предположим, строится, с колонны, без колонны, объяснял какие-то там, на пальцах и на картинках объяснял какие-то азы, а дальше девушка танцевала, танцевала дом, в этом, собственно, было задание. Поэтому выставка называлась Арабески, Арабеска это как собрание, так сказать, разных многоформатных произведений, так это еще и, значит, вы знаете, фигуру танцев, вот, так что у нас на выставке, вот на этой самой парной стойке еще стояли мониторы, и там, но в стоп, крутилось, сколько там было сделано, 12 танцев, значит, соответственно, под каждый танец, соответствующий наряд, там, и так далее, вот, вот эта выставка, в центре один объект, такая лодка под названием «Ласточка», ее как раз еще там продолжали реставлировать, поэтому она у нас вот так и стояла в центре, все этой самой инсталляции. Надо сказать, что открытие это было, ну, пожалуй, по переживаниям почти такое же, что и венецианское в сам стае, потому что местный бармен получил, там, строгое указание, значит, соответствовать архитектуре, и вот этот синий стол с юбкой, который вы видите, значит, он был той же длины, что наша барная стойка, то есть почти 70 метров, и он был весь, буквально весь, вот так вот, что называется, плечом к плечу, он был весь уставлен такими, знаете ли, полками, такими напитков, водки, водка, виски, коньяк, вино красное, вино белое, там, вода, соки, потом опять водка, вино и так далее. Официанты, кстати говоря, были на ролику «Конька», то есть там с подносами разъезжали, то есть это тоже была часть, так сказать, задумки. Вот, фильм, который был сделан для вот такого танца. Сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Вот еще выставка, которую я, хотя и не делал как номинальный куратор, но в которой сделал некий вклад, который, сам считаю, кураторским, это была выставка, такая, фотографии горы Афон, которая как-то называлась, естественно, не так, она называлась как-то «Образы святой земли», и которая для меня началась с того, что мне предложили сделать выставку вот этих самых фотографий, но фотографий при этом предполагалось использовать сканы, распечатать где-нибудь в Москве, там, на пенокартоне условно, и где-то их там развесить. Фотографий было довольно много, в основном 19 века, но все равно это не оригиналы, а вот сканы, там, больше двухсот. И предложено пространство, которое было предложено, это такое пространство зайчиков в историческом музее, если знаете, там довольно часто бывают выставки с отбис, такие презентации. Зальчик там метров, примерно, на 300, там, со своими сложностями и так далее. Значит, и дальше у меня происходит встреча с заказчиком, и я им объясняю, что выставку, которую они хотят мне заказать, можно сделать, но это будет выставка скучная, плохая, дурацкая, потому что 200 фотографий развесить в этом зале, значит, они будут такого размера, и их никто смотреть не будет, а выбрать из них там 20 фотографий, это, значит, ничего не рассказать. И эту выставку надо как-то делать так, чтобы все-таки на нее народ пошел, говорю я, и говорю, вот, в порядке бреда, вот, если бы можно было, например, привезти контейнер святой земли с Афоной, и дальше меня обрадовала реакция, значит, этот человек совсем, так сказать, воспринял ее вот абсолютно прямо, и стал соображать, первое, о чем он стал думать, как провести ее через таможню. Не как ее получить на Афоне, а как ее провести через нашу советскую, российскую таможню. Значит, он говорит, а ее же санировать придется, а как же можно святую землю саним подвергать санации? Ну, то есть травить там паучков там и так далее. Вот. В общем, этот вопрос, забегая вперед, он решил, надо сказать. Да, так вот, все 200 фотографий, которые изначально предполагалось выставлять на пенокартоне, на пенокартоне, они были переведены на, сколько там, 7, по-моему, 6, да, 6 видео, 7 видео проектов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 видео проектов. Это соответствует темам, уже разбитым кураторам всего этого фотоархива. Там, монастыри, кельи, скиты, праздники, лица, там, еще что-то, еще что-то. Так, вот. Вот нижний ряд, это гербарий, значит, прорезанным, были в панели прорезаны окошки, подсвечивались с той стороны, прямо, икона, Иверская Божья Матерь, так называемая, список с которой был подарен, там, в 16 веке, Алексею Михайловичу, значит, как раз, монахами Афона, и эта икона хранится в историческом музее, никогда не показывается. Вот она висела в торце, там, справа и слева от нее я повесил негативы, опять же, подсвеченные и винтажные фотографии, а дальний ряд там висели фотографии из альбома князя, как его там, Константиновича, что ли, основателя географического общества, там, и так далее. Опять же, монастыри, прямо с названиями, очень качественные фотографии. Да, а вот на этой стене там были карты с по-разному изображением Афона, значит, из собрания самового. А небо, которое вы видите, звездное, это потолок, который был затянут, и это звездное небо, которое соответствует определенному дню рождения Богородицы, наблюдаемому, условно наблюдаемому на Афоне в 1658 году на шее. В общем, звездное небо, к тому же, символически имеет какой-то смысл. Значит, это все при развитии нынешней компьютерной техники легко, так сказать, реконструируется. Вот. И все это было, соответственно, это вот еще, пока что еще 3D, значит, с небом, вот, там, с 7-ю экранами, значит, с видом этой инсталляции. Эта вот инсталляция в реальном виде. Почему земля есть и желтая, и черная, это потому, что вот желтая земля, это, собственно, святая земля. Вот ее привезли, сколько привезли, сколько перетащили через границу. А черная, это в последний момент, когда я понял, что никакие ухищрения не помогают, так сказать, там, пустоты внутри этих хрупаков не помогают засыпать, вот, распределить, там, святую землю, я просто позвонил, там, просто в ночь перед этим выставкой позвонил, владельцу Белой дачи и сказал, нужен твой чернозем. Вот, и мне на утро привезли настоящий чернозем, значит, мы его загрузили туда, конечно, это было не совсем то, что я хотел, это была вынужденная мера. Он, правда, этим страшно гордился и говорил, что это вот русская земля, а это вот, значит, афонская земля, это вот такое сочетание, в общем, у него такой, ее посетило за две недели восемнадцать тысяч человек, это при том, что там рядом этот поезд Богородицы, туда миллион стоял, здесь это тихо и была такая вот выступка, но тем не менее очень посещаемая. Музейная? Музейная, да, значит, на последний день я все-таки уговорил снять ограждение, значит, там уже прощались с этой самой северской иконой, прощалась группа старушек-богомолок, просто они стояли и тихо пели, значит, там, не знаю, какие-то в Псалмонии положили, вот, а, значит, Авдеев, министр культуры, приехал и так далее, вот это все сняли и тогда громким голосом там помощница Семенова объявила там товарищи богомольцы, значит, пожалуйста, вот сейчас вот вы можете коснуться святой земли, а причем надо отдавать себе отчет в том, что Афон, это место, которое женщинам недоступно, поэтому, то есть, потрогать землю Афонскую, это, вероятно, имеет какой-то для женщин воцерковленных особый смысл, я думаю. в общем, да, но только, значит, вот брать ее с собой вам запрещено, потому что эта земля потом будет роздана российским монастырем, это, кстати, был один из моих аргументов, отдайте нам землю, мы торговать не будем, а вот просто раздарим. Вот, значит, и вы видите, некоторые землю целовали, то есть, поскольку я все-таки человек такой более или менее неверующий, то для меня это было тем, что это и было, целованием инсталляции современного искусства. Я не думаю, что есть много среди наших знакомых художников, инсталляцию которых восхищенные поклонницы целовали. Вот, я думаю, что я, может быть, даже один такой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok